А снег повалится И вовлечет в старинный заговор Огней, деревьев и пургий Здравствуйте! Нашу первую программу из цикла «Музыкальные встречи», в которой мы будем знакомить вас с самыми интересными и популярными музыкантами-исполнителями мы решили посвятить встрече с очень ярким и удивительным талантливым человеком В этом человеке сочетаются сразу несколько талантов Талант композитора, талант блистательной пианистки исполнительницы песен, аккомпаниатора и аранжировщика Сегодня нас ожидают музыкальные встречи с лауреатом государственных премий народной артисткой России Людмилой Алексеевной Лядовой Людмила Алексеевна, у вас целых два звания Народная артистка Советского Союза и Народная артистка России Какое для вас дороже? Мне дороже и то, и другое вообще Конечно Вы более 65 лет на сцене и этим можно только гордиться Вы просто человек-праздник Вы всегда дарите столько энергии столько любви столько силы что невольно задаешься вопросом Где вы черпаете эти силы? Как вам удается быть такой красивой, стройной, энергичной и писать такую красивую музыку? Спасибо, я думаю, что, наверное, народ меня вдохновляет потому что, когда приходят на мой концерт то я чувствую совершенно люди меняются у них блестят глаза и женщины подходят и говорят, нам хочется жить после вашей музыки это очень приятно Но, может быть, не всем чиновникам я нравлюсь но народу я нравлюсь Это меня всегда очень греет Из всех наших композиторов современных вас называют самым мажорным композитором и самым плодовитым композитором Вашему перу принадлежит опера, мюзиклы, оперетты концерт для фортепиано с оркестрами огромное количество инструментальных произведений около тысячи песен и романсы И все-таки, мажор, почему именно мажор? Это ваш характер? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки это гены от родителей, от отца и мамы они были очень оптимистичны и мама была волевым человеком и несмотря на то, что у меня было очень много трудностей я все делала сама, мне никто не помогал вот этот оптимизм все равно остался Исакойч Дунаевский считал вас преемником по части оптимизма Да, да, да Вы дружили с ним? Да, он дружила, конечно Он сказал, что Мила Лядова по оптимизму заменит меня Вот так вот Когда смотришь на то, как вы исполняете свои произведения на сцене как вы поете это настолько ярко, настолько энергично кажется, что у вас в жизни никогда не бывает ни обид, ни горестей, ни печали Это так на самом деле? Ну, об этом никто не знает И иногда даже и слезы бывали, но знал об этом только подушка Вот так вот Так бывало вообще Когда я написала чудо-песенку, например, которая полетела по всему миру Меня огрели на съезде композиторов, что это пошлая песня Пошлая песня Мила Лядовой Говорит Николаевич Хрейников Вот так Что за прелесть эта песенка Мне с места поцелуем шутками словам В непросорной мечтам Когда вечерний час с работы Я спешу домой свою семью Я эту песенку друзьям хочу Я ходу всегда пою Всегда пою Мотив один и тот же Что за прелесть эта песенка Мне с места поцелуем шутками словам В непросорной мечтам Ее поют друзья Приятели и старики И молодежь И тут ты хочешь, не хочешь, обязательно Ее поешь Всегда поешь И вот Чудо-песенка Ее они трудно спеть Я эту песню Могу не только вам напитую Некоторые композиторы считают Что в мажоре Писать музыку Значительно труднее Нежели в миноре Так А каково ваше мнение на этот счет? Иногда у меня, когда бывает Отвратительное настроение Я пишу самые веселые песни Так бывало У меня и в миноре бывает тоже Произведения мажорные Вот, например, «Когда-нибудь», Которые пела наша великая Клавдия Ивановна Шульженко Написано в миноре А звучит так, как мажор Будьте добры Испомните, пожалуйста Давайте я просто напомню эту песню На стихе Олега Милявского Когда-нибудь Когда-нибудь Время быстро мчится Нам пенсии в квартиры принесут И долгими ночами будут сниться Нам песни, что сейчас о нас поют Луна заглянет ко мне в мое оконце И я, как будто став моложе вдруг Припомню сразу песенку о солнце О мальчике, нарисовавшем круг Когда-нибудь Не зарекайтесь, люди Ведь времени не остановишь век Седыми станем, бабушками будем И будем провожать двадцатый век И все мы знаем, что мы старше станем Но все равно, как года бы не шли Катюшу вспомним, вспомним на кургане Землянку и, конечно, журавли И когда-нибудь заглянем с вами дальше В такой же день, в такой же точно час Любимый мной и вами вальс о вальсе Объявят, как стариннейший романс Годам подвластны песни Как и люди, своя судьба Свой возраст и свой путь И то, что спела я Конечно, это будет Но не сейчас Потом Когда-нибудь Если вернуться к вашей семье То вы родились в музыкальной семье И, знаете, как бывает Маленьких детей заставляют учиться в музыкальной школе Заставляют учиться музыке И тогда детство превращается из радостного в безрадостное А как было у вас? Каков был ваш путь в музыку? Ну, вообще, у меня было детство, я могу сказать, радостное Потому что я, так сказать, с большим желанием занималась Но вначале мне не очень это нравилось Как-то я иногда убегала в лес по ягодам Или еще куда-нибудь вместо урока А потом как-то я вошла во вкус И стала хорошо заниматься Конечно, мама меня воспитывала очень строго И как-то она вообще, ну, вселила в меня эту волю и уверенность Я училась у Берсалмона Маранс Которая была ученицей Нейгауза И, конечно, играла я великолепно, могу сейчас сказать об этом Давала свои сольные концерты просто как пианистка Играла классику, конечно Играла первый концерт у меня был Мандельсона в 12 лет Я играла как раз с оркестром под управлением Марка Павермана Изумительный был дирижер Свердловский И это было очень интересно все Ну, а заканчивала пятый курс третьим концертом Рахманинова в консерватории Он очень трудный, надо иметь такие мужские руки сильные и так далее И играла отлично Мандельсона в 12 лет 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 Что же заставило вас, такую прекрасную пианистку с консерваторским образованием А вы закончили консерваторию еще и как композитор Да Но даже Дмитрий Дмитриевич Шостакович сожалел о том, что вы ушли из классики, из академической классики в эстраду Он же говорил по поводу вас талантливейшая пианистка, блистательная пианистка, жаль, если бы не эстрада Конечно, я так что-то подумала, что очень много пианистов, а вот кто играет и сам поет, не очень много Мне понравилось петь и играть самой, поэтому как-то меня больше сюда потянуло И, конечно, композиции появлялись первые Я считаю, что у меня, сейчас об этом можно говорить, это просто высокая эстрада Потому что я и играю, и пою, и сочиняю И всегда бывают интересные песни и романсы на хорошие стихи, это тоже очень важно И первый мой роман спела Надежда Андреевна Абухова Это было для меня большим счастьем, когда я к ней пришла в косичках, маленькая девочка Мила Лядова и так далее Вот, и она с удовольствием его выучила и записала Вами написано около тысячи песен Это говорит о том, что вы как-то особенно выделяете этот жанр, особенно его любите среди других Конечно, я очень горда, что мои произведения исполнялись такими настоящими нашими, знаменитыми звездами Именно звездами, а не то, что там бывает в наше время Такими, как Клавдия Шульженко, Тамара Миансарова, Эдуард Хилли, Дита Пеха, Иосиф Кобзон Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Галина Нинашева И многое, многое можно перечислить И вальсы, например, колоратурные я писала для Марии Звездиной Зара Александра Долуханова пела мой вальс «Лунная ночь» Это, я считаю, большое счастье Потому что, если бы это было плохо, они бы не пели просто Как поздно молодость пришла Почти на 30 лет ты опоздала Всю жизнь тебя мне не хватало Как поздно молодость пришла Зачем пришла ты именно теперь? Зачем так жадно чувствую тебя я Не только обретая, но теряя Как самую большую из потерь Я спеть хочу ромаз любви последней Нежданный реверанс ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Не могли бы вы нам сейчас что-нибудь исполнить? Знаете что, я сейчас попробую спеть вам романс на стихи Анатолия Ковалева Он называется «Не бойтесь боли от любви» ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не бойтесь боли от любви Что сказкой кажется в начале Ведь жизни за нее свои Веками люди отдавали Ну что ж, пускай не повезло И боль ночами сердце студит О прошлом было так светло А в прошлом было так светло Как никогда уже не будет ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чтобы в годы ветхие свои Вам пустоцветом не качаться Не бойтесь боли от любви Не бойтесь боли от любви Бойтесь без любви остаться ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У вас очень много инструментальных произведений Их очень ярких, мощных, праздничных Уральская полька Всевозможные рапсодии Я писала тогда, когда у меня просто было вдохновение Оставить немножко песенный жанр И, конечно, раз пишется, так и надо же писать Правда, это всем... Многим мне нравится Почему так лядово много пишет? Опять что-то написал Опять оперетта Опять фортепианы Ну, что делать? Ну, вот так вот я устроена Я сейчас пишу А как вы пишете, Людмила Алексеевна? Вот одни композиторы Они могут писать без рояля Для них наличие инструмента не важно Ну, конечно, я могу писать на рыбалке, например Пожалуйста, с удовольствием Второй акт, например, оперы своей «Два цвета времени» Которая написана на либретте Евгения Кушакова Это о татарском героях Муланури Вахитове Который спасает золотой запас России в Казани Но она будет лежать, эта опера Не знаю, если, может быть, кто-нибудь Обратить внимание из татар И второй акт вообще писала Почему я стала хуже видеть? В машине писала Саша мой вел машину Мы ехали куда-то по Казанской дороге в гости К друзьям Это было далеко 250-200 километров А я второй акт писала Весь клавирная бумага была В машине Вы всегда мечтали написать фортепианный концерт Концерт для фортепиано с оркестром Да Как я прочитала в вашей биографии И вот вы его написали в свое время Но почему-то 30 лет по какой-то причине Он не смог звучать на эстраде Что это за история была, Людмила Васильевна? Ну, это история простая Потому что ведь надо было сделать оркестровку Это все очень трудно было И найти момент, когда можно было бы его исполнять с оркестром И опять же все упирается во что? В финансы Ведь надо же за, например, за аренду платить каждому залу вообще Это же тоже Где их взять? Спонсоров у меня нет Вот так И поэтому всегда бывает очень трудно И впервые я исполнила этот концерт с оркестром под управлением Мурата Кожлаева В зале Чайковского Это был для меня большой праздник Потому что первое было исполнение И оркестровка была готова Ее надо было там где-то чистить, где-то что-то переделывать Но во всяком случае Вот впервые я прозвучал в зале Чайковска Где был у меня сольный концерт Это было где-то, наверное, лет 6 или 7 назад Вот так Я не знаю 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 В 26 лет, П Легнасина, вы стали членом Союза композиторов — Расскажите, насколько легко, а может быть нелегко быть женщиной-композитором в таком мужском композиторском окружении? Ведь долгие годы вы были практически единственной женщиной-композитором, пока на музыкальном небосклоне не появилась еще и Александра Пахмутова. — Да, Аля. — Вам все легко, действительно удавалось, потому что, глядя на вас, все время об этом думаю, что у вас просто дорога была всегда открыта, и все всегда было замечательно. — Я вам сейчас скажу, почему мне было легко, несмотря на то, что там много было зависти, и все композиторы, я была девчонка красивая, и очень они все хотели, чтобы я с ними немножко заигрывала и флиртовала, но я другой человек совершенно. У меня просто другая натура была, и я всегда хотела быть замужем и хотела всегда иметь семью. Другое дело, что мне где-то не везло, это уже мои проблемы. Но легко было только потому, что правительство и Министерство культуры, и все остальные организации очень уважали нас. И нам платили деньги, да, за то, что мы пишем хорошие песни, хорошие произведения. И у нас были фестивали, у нас были конкурсы, мы разъезжали тогда по всей стране, и нас просто уважали. Вы так ностальгически об этом говорите. Да, говорю, потому что сейчас нас не уважают, сейчас идет молодое поколение, оно с широкими плечами и с большим нахальством, мало таланта. Поэтому сейчас очень трудное время. Вот как раз о сегодняшнем поколении, о сегодняшней эстраде. Все-таки вы представитель вот той высокой эстрады, которая начиналась вот тогда в 40-е, продолжалась в 50-е, 60-е, и может быть даже еще 70-е годы. Что сейчас, по-вашему, происходит на нашей эстраде, и какое место вы там себе отводите? Тогда были изумительные совершенно эстрадные концерты. Вы возьмите Клавдия Ивановна Шульженко, Ирусланова, Ирма Яунзен, Иружена Секора, Леонид Утесов. И можно было еще перечислить невероятное количество прекрасных вообще наших эстрадных звезд. Ну а что сейчас происходит? Сейчас такое смутное время. Это, может быть, пройдет, но надо долго ждать, если мы доживем. Вы же еще и профессор. Да, несмотря на то, что я профессор финансовой академии, но я не то, что преподаю, я просто иногда помогаю молодым нашим, которым очень трудно бывает, и они не знают, куда кидаться, в какую сторону, налево или направо, или посредине. Вот так вот. Ну, конечно, хочется заниматься с теми людьми, которые хотят петь наши песни, желают этого и стараются как-то действительно что-то перенять. Но очень трудное время. Ну что делать? Надо. Все равно молодым надо помогать. В вашем творчестве есть еще и место детским песням и детской музыке. Расскажите немного об этом. Ой, много песен очень. Вот я в скором времени буду заниматься диском именно детских песен. Ну, очень много песен, конечно, и еще у меня поет Нина Соломатина, блестящая совершенно. Помните, она поет «Перышки у птички», «У кошки две косички», «Кошка глупая у нас» с Юркой ходит в первый класс. Я все громче разбиваю. «Перышки у птички», «У кошки две косички», «Кошка глупая у нас», «Кошка ходит в первый класс». Она нравится и детям, и взрослым. Всегда выступление бывает очень ярким. Так что детские песни я давно писала. Но самое интересное, что у меня есть детские песни, которые записала Зара Долуханова и Ирина Масленникова, солистка Большого театра. Вот такие маленькие миниатюры, там пастушок. А это песня «Чернобурка». Мне она очень нравится детям, и ее многие пели в Романсиаде «Надежда» у Галины Сергеевны Преображенской. «Чернобурка». Мне четыре, скоро семь будет брату Юрке, Надоели нам совсем кубики и жмурки. Каравай мой, каравай, надоел тем более, Парикмахера давай поиграем, что ли? Эта вот игра как раз подойдет напрямо, Ведь заправдашный у нас парикмахер мама. Так в отсутствии ее со своим братишкой Занялись сам мы вдвоем перманетной стрижкой. Стрижка чудная была, посудите сами. Когда мамочка пришла, я сказала маме, Мама, поцелуй меня и, конечно, Юрку. Глей, как с ним постригла я Твою чернобурку. Никак нельзя обойти стороной вашу какую-то особую любовь к маршевой музыке, к военно-маршевой музыке, Елена Алексеевна. Что это за пристрастие? У вас так много интересных, красивых маршей, которые звучали и звучат со стены. Ну, вы знаете, может быть, потому что я вообще, когда была девчонкой, у нас в саду Вайнера был такой, в Свердловске, там всегда играл духовой оркестр. Ведь раньше в садах играли духовые оркестры, это замечательно. И все слушали с удовольствием, там были какие-то скамейки там большие, и такая площадка. И поэтому где-то, конечно, у меня есть марш, старый марш, например. Потом полковой оркестр тоже марш. Бои-барш. Так марша не очень много, но во всяком случае он всегда звучит, и публике это тоже нравится. Вот такой ритм маршевый, он тоже дает настроение хорошее, эмоции положительные опять же. Мне приходилось бывать на нескольких ваших концертах зал полон. Да. То есть, значит, есть желание у людей, есть внимание, любовь к вашему творчеству. Я думаю, что да. Вот совсем недавно был концерт в Доме ученых, где был просто период шлахи. Очень было много молодых, это замечательно. Значит, где-то они тянутся к хорошему, правильно? Наверное, этого не хватает, мне кажется. Вот этого оптимизма, который исходит от вас. Не хватает оптимизма и мелодизма, вероятно. Яркости и блеска, которые исходят от вашей музыки. Наверное, да. Наша передача подходит к концу. Мы были очень рады сегодня встретиться с вами, с вашими замечательными песнями, с вашей прекрасной музыкой. Мы желаем вам оставаться такой же бодрой, красивой и молодой душой и продолжать дарить всем нам ваши замечательные песни, вашу замечательную музыку. И в завершение, Людмила Алексеевна, исполните что-нибудь под занавес, что-нибудь бодро-энергичное. Это просто так, да? Хорошо. Я, знаете, что спою? Это мой марш. Причем стихи написал изумительный поэт Феликс Лауба. К сожалению, он тоже на небе. Жалко. А мой марш он написал, видно, про меня и про тех, кому столько лет, сколько мне. Шагает полк, звучит мой марш. Для вас его я сочнила, он был моим, теперь он ваш. Он дарит водороснаме силы. Он ваш, раз он кому-то нужен, Мой марш моей России служит. Поет труба, и я пою. Людмила Лядова, Людмила Лядова, Людмила Лядова всегда в строю. Людмила Лядова, Людмила Лядова, Людмила Лядова всегда в строю.